Назвали эти фрески подписанием. Действительно, фрески были, видимо, очень красивыми. Нам не повезло, потому что в 12-м году фрагмент горел во время пожара, и все фрески погибли. Сохранились вообще кое-какие фрагменты в откосах окон алтаря. Но сейчас храм действует. Сейчас там сооружается высокий иконостас, который почти полностью закрывает алтарное пространство от храма, от места, где пребывают верующие. И эти фрагменты, к сожалению, увидеть не сможем. А в целом, в остальном, стены собора сейчас голые, фрески все погибли. Место, как вы поняли, необычное. Андрей Рублев был человеком, почитаемым святым еще при жизни. И, конечно, он монахом был не в простом монастыре. Сам монастырь Спасандрубин основан был в 1360 году митрополитом Алексеем. И место для монастыря было выбрано, кстати, на окраине Москвы, тогда шестный центр, а тогда эта окраина довольно глухая. На высоком холме, на берегу реки Яуза, монастырь задумался как сторожевой монастырь. Монахи здесь первыми встречали врагов и первыми отражали нападения. Вообще здесь дорога шла в Орду. Первые постройки монастыря были деревянные. И вот в этих деревянных храме молились князья о том, что в Орде все прошло хорошо. Монастырь был необычный монастырь. Во-первых, первонастоятель монастыря Игумен Андроник был учеником Сергея Радимовича. И этот монастырь был, в общем, связан как бы с духовностью в то время, с духовной элитой. Монастырь Алексея тоже причислил в это время святое. Поэтому место такое необычное, святое. И в этом монастыре в то время считалось, имело достаточно большое значение для русского, для православной церкви. Надо сказать, что монастырь посвящен в пасы Милокотворного. Есть такое предание о том, как митрополит Алексей ездил в Византию. И там, по дороге на Русь, в море началась внезапно страшная горя. И вот спасение от горя Алексей, конечно, ведет только молитвы. И молился о его спасанном. Это небольшая иконка, которую он с собой вез. И вот как раз эта иконка спасла его от горя. И в честь этого события был бы создан на монастыре. Был бы, в общем, название «Спаса Андроник». Именно первого исторического монастыря. А также по имени образа, святого образа, которым посвящен монастырь. И главный храм. Храм является уникальным сооружением того времени. Вообще, по типу это крестовый кухон. Храм, вы, наверное, понимаете и знаете. Такое основание храма лежит крест. На пересечении четырех перекладин креста на полукруге фарков покроется под кухонный барабан. Но здесь есть система, которая была характерна для всей архитектуры того времени. Здесь своды различной высоты. Вот посмотрите внимательно на фасад собора. На разделе небольших, например, хилястрами, колоннами на три части. Средне-высокие, широкие, а боковые, низкие, русские. То есть своды собора разные. Посмотрим, он был высокий, а сположный под куколами. Поэтому такое постепенное подвижение к небу. Кукол, это все-таки в русской архитектуре, это символ горного мира, это символ бога. То есть некое постепенное подвижение к небу Господу. Собор поставлен на высокий цоколь, и его входы украшены нарядными перспективными порталами. Но на расстатчике дальше мы будем видеть больше о своей реставрации. Дело в том, что собор был отреставрирован в 40-х, в 60-х годах открылся музей. В 50-х годах 20-го столетия. А до этого он был застроен, он был застроен. Сначала были там пристройки 17-го века, потом были поздние. И вот все, что вы здесь видите, все эти памятники архитектуры, они восстановлены и сохранены благодаря деятельности реставраторов, благодаря деятельности музея Фрагурика. Дело в том, что монастырь действительно существовал. И просуществовал он вплоть до начала 20-го столетия, а в 1917 году был закрыт. Здесь на его территории была устроена колония для несовершеннолетних беступников, для маленьких беспризонников. Кстати, я сама увидела женщину, она здесь вот была. Вот вы здесь работаете, да? Думаете, я здесь иконами пришла интересоваться? А мне здесь папа содержался. Не молодая уже женщина, но вот для нее это место имело совершенно другой характер и совершенно другое значение. Не такое, как для нас для всех. Действительно, здесь была такая колония. Но потом здесь вот помните. Вы знаете, здесь жили вот на стояковских покоях. В храме, храмы были закрыты. То есть везде, где были в братском корпусе, везде, где были святые помещения, могли располагаться в их помещении, в их палатах. А вы знаете, как в храме, в 1917 год. Это время, когда иконы сжигали. Это время, когда, собственно, вопрос об исквернении святого помещения власти не интересовало. А как мы-то не сжигали с Петербургом? Это где-то не 1917, это 1920 год. Как раз тогда был период, когда монастыри стали закрывать, а их само пространство, вы видите, что пространство обнесено высокими стенами, но, собственно, монастырь был крепостен. Это пространство очень удобно было использовать как консулатик. И власти, ну, не так использовали министерии. Но надо сказать, что это было недолго. Здесь, все-таки, здесь центр Москвы. И здесь просто потом было обыкновенное такое пространство, где жили люди. Они жили в храме, пожалуйста, в храме Архангела Михаила. Говорят, что здесь, где вот эти окошечки, из них могли трубы торчать, трубы отоплений, песни утопили буржуйками. Вот возле архитектуры, да? Они ели в военную оборонительную храм. Такие окошечки тоже пристраивались. Деревянное сооружение, небольшой амбразор, поставлялась труба, и, в общем, люди жили. На территории монастыря здесь не было ни круга, здесь были могилы, здесь были погребены люди. Но хоронили здесь с самого начала основания монастыря. Это принято было хоронить в такой святой земле, где еще раз погребен в такой святой земле, и душа его пребывает на юге. Этот некрополь мемориальный был. Здесь по преданию были погребены воины, павшие на Куликовом поле. И здесь оставались могилы. Но когда монастырь закрыли, эти могилы все снесли в бурдозе. Какая-то часть памятника пошла на строительство, где-то посетка молод, какая-то была отправлена в Донской монастырь. А здесь, на территории некрополь, просто сажали картошку. И поэтому некрополь сейчас уже не сохранился. Вы видите, здесь просто, ну, такие пейзажи, не пейзажи, газоны зеленые. И вот несколько крысов. Просто родственники этих людей привезли, и благодаря им эти могилы просто снесли. Остальные могилы, да, выставили грани, наверное, не уникальность. Хотя, в общем-то, мы стоили на Куликовской. У нас как-то мастер-мастер-мастер-мастер-мастер-мастер-мастер-мастер. Возле реки. И сюда свозили всех людей, павших на дорогах, тех, кого, в общем, некому было похоронить. И здесь, в этих монастырях, в этом монастыре их хоронили. Можно сказать, что добыча продержалась вплоть до начала 18-го века. Вот такое вот пространство было. И, конечно, вот в эти памятники, они все приходили в негодность, в упадок. В 1947 году, сохранилась фотография, и никакого великолепия такого, как вы сейчас видите, там нет. Там храм Архангела Михаила покосили. Это же красивейший храм. Он покосившийся. К нему какая-то пристройка прилеплена, обнесенная листовым железом, совершенно такого бытового характера. Кругом такие маленькие деревянные заборчики. То есть это место, где жили люди. И вот жили, и, в общем, никто и не думал о том, что это памятники архитектуры, которые пропадают. И в 1940 году, благодаря усилиям, ну, как бы такой ученой элиты нашей страны, то есть, например, Советы Министов, принимается решение создать здесь, на территории этого монастеря, музей. И вот тогда начинается реставрация. И вот тогда реставрируется Спасский собор. Ну, посмотрите, как это нахер скаферка. Мы видим, что стены, они такие вот, какие-то серые, какие-то святые, грязь, вот такие вот ходы-выходы. То есть, нет никакого такого евроемоста, который мы привыкли сейчас. В центре мастера оставили фрагмент старинной кладки. Вот это камни, которые касались руки древних мастеров. Была отреставрирована трапезная. Это небольшое двухэтажное здание, примыкающее к стене. Это здание было построено в начале с мастерской столетиями. По типам, он, как наибаяц, на палатке. Но здесь, в монастыре, траповый монастерский воскресенье, к стене. Это там клинчатки пристроены в храме. И здесь тоже с Востока пристроен храм. Там и по земле. Заказчица его была Евдокила Пуфина. Я думаю, вы все знаете, что это был 12-й. Первый монастер Евдокила. То есть, это конец 17-го, начало 18-го. И храм построен в так называемом нарышкинском стиле. Посмотрите внимательно на стены трапезы. Они лаконичные, простые. Здесь, конечно, никаких украшений-то и нет. Окошечки храма Архангела Никаэла украшены нарядно. Он такой трехъярых, здесь, кстати, вариант трехъярых храма. Мастерия. И вот видно, как дворцовый немножко характер. Здесь, кстати, соединились три храма. Это не во всех трех храмах забывает. Мы не только в базе, здесь храмы подготовлены. Они сейчас не действуют, они сейчас в Казахстане на площади. Первый храм, который находится внизу, это зимний храм мангельский. На втором этаже храм Архангела Никаэла, это покровитель русских князей. И вот самый высокий храм, это восьмигранник, это иреческий храм, куда надо будет приходить на море, только на море. Это храм, посвященный митрополиту Алексею. Это самая высокая точка монастерия. Я надеюсь, мы станем только поднимем все. Вообще, конец XVII, начало XVIII века, время активного строительства монастерия. Тогда были построены вот эти массивные стены. Они были разрушены. И в начале XVIII века до XII века. Это любопытное сооружение, это название Петровской обороты. Но я позволю вам пройти, может приводить через страну, не помочь, чтобы перебросить. Спасибо. Спасибо.